Здравствуйте, друзья! С вами Косян Три Семёрки. Это прохождение игры Rome Total War. Рим у нас будет пройден первым из этой всей серии. Так, вот так вот сделаем, чтобы было слышно и меня, и игру. Вот. Так, теперь мы одиночную игру. Я, естественно, буду по ходу игры рассказывать о многих событиях исторических. То есть у нас не будет монотонного прохождения, будут вкрапления из истории, будет рассказ о появлении любой какой-то цивилизации. Вот. И под каждым, наверное, видео я буду оставить какую-то информацию по тому, о чём я рассказывал. Так что всё будет интересно. Имперская кампания. Значит, начинаем. У меня здесь открыты вот эти цивилизации. По-моему, они не все. По-моему, тут есть ещё, потому что здесь есть Русь. Должна быть, по крайней мере, здесь ещё какие-то цивилизации есть. Ну-ка, ещё посмотрим. Идём сюда. Посмотрим сейчас просто. Один интерес. Пользуйся в сражении, ещё посмотрим, сколько будет цивилизацией. Так. Нет, друзья, всё-таки не все у меня государства. У меня нет Македонии, нету... Нету у меня Понта, Понта. Нет Армении, Дакии, нет. Нет Нумидии и... Нумидии и Скифов, Испании и Фракии нет. И Руси тут всё-таки нету. Ну, Русь, друзья, она появляется в другой игре, которая... Барбарион Инвансион, это вторая... Ну, как вот, дополнение такое, самостоятельное дополнение, кроме Total War. Там уже про события распада Римской империи. А здесь она только зарождается. Вот. И ту игру мы тоже пройдём. Ну, сначала начнём вот с своей, прямо с первой. Так. Имперская кампания. И сейчас будем думать, за кого играть. Так. За вот эти три дома я играть не буду в Римске, потому что они слишком обыденные. За них уже играли много раз, и больше я их трогать не хочу. Так. Египтяне. Египтяне начинают на территории выход к Турции, да? Ага. Хорошие кабиносцы. Пешие стрелки. А также быстрые кавалерии и колесницы. Слушайте, у меня бы сейчас хорошо вот эту Египет взять, но не хочу. Делевкиды. А, делевкиды. Это... Хорошие конницы. И слоны. Корфегиняне тоже слоны. Парфи. Что такое? Валерия, включающая щекол на стрелков, хорошо защищенных катапфракций. Слабой пехотой. Нет, нам слабая пехота не нужна. Друзья, давайте сыграем за какой-нибудь... Кое-нибудь такое государство, типа... Типа Германии. Слушайте, за Галю я бы сыграл, но не хочу. Она слишком большая. Видите, как она разбросана здорово? Через Альпы. Не, я такой большой территорией управлять не умею. Вот. За британцев я бы тоже сыграл. Довольно-таки хорошая территория, в принципе, и можно управлять. Но, опять же, чуть не хочется. За греков у меня была мысль сыграть за греков. И меня от этой мысли отговорило то, что... Вот видите, у них территория в этой самой... В Италии есть немножечко прямо. Территория у них это... Поправлюсь сейчас. Территория у них... Это на территории нынешней... Это все-таки, по-моему, Сицилия, да. Это Сицилия нужна. Да-да-да-да, это у нас... Или нет? Хе-хе. Слушайте, кто-нибудь мне объясните. Вот это вот... На западе это Корсика. Это я знаю. А, нет, это... Ой, ну, в общем, у них территория. Вот на этом сапожке чуть-чуть есть. Не хочу их трогать. Из географии итальянской плохо. А вообще плохо. Потому что там из таких разных островов... Вагон. Играть мы будем за... За-за-за-за-за. За кого же мы будем играть? Этих откидываем. Этих тоже откидываем. Остается шесть наций. Нет, пять. Пять, 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 пять. Если в Киеве начинают... Территорию Турции. Потом можем прийти в Грецию. А с греками я хочу воевать. Ну, друзья, давайте сыграем за... Блин, вот была бы у меня открыта Македония, я бы сыграла за Македонию. А так мы сыграем за Германию. За германцев. Единственная проблема, что... Видите? Здесь показаны портреты этих правителей. А у остальных наций они не показывают, по-моему. Не знаю уж какой баг, но показано только вот. Три государства римских, а у остальных начихать, как говорится. Ну ладно, начинаем с вот этого германского племени. Так. Будем его возводить к вершинам, правителям Рима и контролировать не в меньше 50 провинций. Короткая кампания. А также уничтожить или пережить следующую инфракцию. Инфракции Даки и Скифия. Нет, Скифов я уничтожать не буду. Потому что Скифы, друзья, Скифы, это наши предки. Кто бы что ни говорил... Вот, видите, я начинаю ударяться в историю. И эта история, она не всегда, не всегда будет согласоваться с тем, что говорят нам учебники. Вот что. Ну, я ненавижу вот эту вот историю, которую нам преподают в школах, в институтах. Она у нас неверная, друзья. Она у нас неправильная. Ну, частично, естественно, частично. Так как, ну, например, говорят, что... Значит, правитель России, Руси, да? Говорят, что он пришел из Скандинавии. Из земель шведов. То есть там был рюрик, что, мол, это все шведы нам образовали государство. Но я ненавижу таких всех формулировок. Потому что, ну, не могли шведы нам сделать государство. Хотя бы потому... Так, стоп, сейчас сделаю какие-то настройки. Я просто хочу, чтобы у меня карта была поближе. Или нельзя это сделать, слушайте. Не помню. Так. Настройки видео, думаю, это, да? А, не, настройки игры. Уровень советов высокого, становить советника. Ага, на сражении компании, все правильно. Управлять всеми поселениями, это нереально. Я это делать не буду, установить советника. Слить за ходами компьютера. Так, дальше. Настройки видео. Углаживание разрешения. Все у меня правильно. Все на максимуме. А, ну, по-моему, все-таки не можем приблизить. Да, 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 мы же не можем. А, нет, вот, мы можем приблизить ее. Так, ну, что мы имеем? Я уже вижу дипломата. Замечательно. Значит, игру, я думаю, не надо представлять. Это первая, нет, это третья игра из серии Total War. Здесь античность. Здесь античность. Щелкните левой клавишей мыши по функту графические настройки. Чтобы добавить или удалить графические эффекты, не сменить разрешение карты компании и поле боя. Щелкните левой клавишей мыши. Ага, замечательно. Значит, что мне нужно сделать? Разрешение карты. Да, правильно, разрешение. Тени тоже правильные. Ну, все. Собственно, мы начинаем. И, так, что мы первым делом делаем? Что первым делаем? Первым делаем Маганзаки. Тут еще Плат и Облотовые Воды. Ну, у нас, так сказать, как в Арклусе, государство, это не римские ребята. То, в принципе, группа копейщиков, замечательно. У меня такие большие отряды, потому что я поправил там какие-то настройки. Могу даже подсказать, какие. Вот. Ого. Уезжающие женщины? А-а, интересно. Дайте-ка, смотрю. Уезжающие женщины помышляют об участии в битве, а не в принципе попадают. И не радуются перспективе, а слышите. Ага. Уезжающие женщины, это хорошо. Так, замечательно. Что мы тут еще имели? Валерия, Варвара, группа застрельщиков, копейщики и будущий лидер хакса. Так, друзья, у меня полностью русская версия, так что озвучка будет тоже русская. Так, а где у нас, собственно, правитель, а? Рикбургис тоже член семьи. А где правитель? Дамме. Арминия, ага. Сейчас мы посмотрим у нас, что там с экономикой. А-а-а, так. Ага, у нас еще около 500 ходов. Так, сейчас посмотрим. Ага. Ого, детей сколько, друзья. У нас будет разросшаяся фракция очень. Ты смотри, сколько детей. Это какой-то ужас. Если такое количество детей нам дают, это вообще замечательно. Ага. Ага. Видите, в ванне. Такое чувство, что Иван. Хочется Иван, но не знаю, чего. 35, ну, да. А время 28. Вот. И все. Значит. Вот так вот мы сделаем. Только автоматическое управление налогами, автоматическое управление. Так, а дипломатия, что у нас там? Ага. Значит, во-первых, нам надо пойти к такой державе, как Франки, которая находится буквально рядом. Находятся они вот здесь. Идешь вот сюда вот. Сейчас. Так, там у нас находятся Франки. По идее, должны находиться. Это ничего не путаю. Потому что вот это вот их территория изначальная. Здесь у них есть какой-то колчок земли. Вот это вот принадлежит британцам вообще. Так что здесь я британцев могу посвечать. Так, замечательно. Теперь нам нужно, собственно, понять, что от нас требуется. Ну, выводим народ из Трира. Так, вот у нас. Вышел Месяц Тумана. Может, вынул из кармана. Слушайте, я хочу поближе сделать карту. Нравится мне такой масштаб. Мне реально не нравится. Вот такой мне масштаб нужен. Прямо максимальный. Так, что мы тут еще имеем? Так, ты что, волки? Так, а из Даме мы тоже выводим армию. Оставляя только женщин. Так, все, замечательно. Так, Даме. Даме, Даме, Даме. Мы, ага, военные строительские строительства, пускай они занимаются у меня. И строительством тоже. Но, блин, наем нужен мне. Самому, который я могу управлять, которым могу сам. Так, где у нас, собственно, настройки игры? Ога, безлимита. Вот так вот. Мне немножко, конечно, подлагивает из-за записи. Ну, что видите. Так. Городище. Еще есть площадка для обучения. Замечательно. Так, нам нужно... Вот. Так, значит, и... Так, значит, ага, еще раз я сказала, в настройки залезаем. Так, ну сейчас я действительно могу настраивать игру, очень долго настраивать. Так, сделаем. Все. И с ходами компа мы не следим вот чего. Чтобы у меня не лагал комп лишний раз. Поэтому... Слушайте, вот, здесь за ходами компьютера мне с ними нравится, но... Вот так вот. Подойдут к моим границам? Тогда увижу. Так. Чит. Даме. Блин, лаги из... Записи пешенейшие. Так. Ну, кто ходит? Даме мы строим... Ну, точнее, нанимаем, нанимаем. Группу копейщиков и группу застрельщиков. Так. Это ход. И строим наши языческие светилища, поскольку у нас язычество. Самое настоящее, причем, фрейя. Я мало-мало разбираюсь в этих всех... Эээ... Религиях. Так что, кое-что знаю. Так. Таверна нам пока не нужна. Такое увеселительное заведение нам пока не надо. Канюшни токов тоже пока не надо. А вот дороги и расчистка земель нам понадобилось еще. Потом... А, так. Вот он, всеотец. Видите, вот он. Ватан. Донар, это, по-моему, какое-то прям войно. Это самое. Войну какую-то он защищает. Так. Ага. Ну, все. Значит, вот он вставим. Все. Вот я ему очередь поставила, пускай разбирается. Так, значит, дальше что мы делаем? Батавадур. В Батавадуре мы... ...строим... ...дороги... ...вы... 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 Так, опять же дороги, ход и расчистка земель, два хода, всё, конец хода, больше я ничего не делаю. Так, у нас зима, так, посмотрим, что у нас случилось. Дороги построили, стилища Фрейи построили в Трире, доммэ, набор отряда группы Копейщиков, всё правильно, ага. Оп, вот вовремя я, конечно, но как бы пофиг, друзья, у нас образовалась такая дрянь, что у нас мятежники образовались. Вот так вот переходим. Сюда добраться. Братовадур, вывожу всех, хотя, пускай идут магнца, потому что он защищает. Так, снимаем строительство дороги. Ищи немели нам пока особо не надо. Это я так, на всякий случай, чтобы у нас, если война, вот, но сейчас я хочу просто нанять копейщик, чтобы было чем-то счастье, если всё-таки будет штурм. Если будут брать штурман в город, то я просто попробую защититься. Так, а он от Три разойдёт? Вот интересно, он от Три разойдёт? Туда, куда мне надо. А надо ко мне, не к магнцааку, он туда дойти успеет? Да успеет. Уходим. Открылся спокойно, зачем? Так, значит, братовадур. Братовадур, братовадур. Нет, братовадур, пускай пока останется так, или нет. Приказы? Нет, друзья, всё-таки группу... Нет, вот так оставлю, всё равно там армия маленькая, он много не сделает. Так, что я, собственно, делаю? Я, смотрите-ка, в эту сторону, отсылаю его, пускай смотрит, что у нас там на востоке. Этого, ну, он сам сюда идёт, отправляю на запад, пускай смотрит, что на западе у нас, через мост он пойдёт потом. Значит, есть шпион, это хорошо, будем им пользоваться потом, жёстко пользуйтесь. Потому что я умею пользоваться шпионами, он у меня будет вот так обалденно. Британский дипломат, замечательно, поговорим с британцами. Ага. Значит, что мы будем с ними делать? Сначала я им даю информацию по карте. И торговые привилегии. Да. Они нам информацию по карте. Вот так. Ну что, согласны? Да. Замечательно. Теперь мы видим британцев. Их города мы видим теперь, можем со временем, может быть, подраться. Так, но... Сейчас мы торгуемся, пока мы мирные. И себя такие. Вот. И дальше... А наш дипломат пойдёт искать франков. А франки, они должны быть где-то вот тут. Так, значит, может быть, я сейчас медленно очень играю и дублю, но... Всё-таки, блин, я давно уже не играл в Рим, и привык уже к более мощным таким играм, в виде Сёгуна второго. Но Рим, он такой, с твоей атмосферы, он весёлый такой. Ну, весёлый, в смысле, в качестве игры. Вот. И конец года. Так, сейчас сяду, а то очень хрустая. А повстанцы чего? Повстанцы стоят, они даже не осадили город. Вот, друзья, замечательно. Вот везуха, что они город не осадили ещё пока. Так, значит, набор за встречки МГСА. Замечательно. МГСА смотрят. Ага. Всё, друзья. Следующие фракции воюют друг с другом. Смотри, как греться их хреново. Ой, ты смотри. Ой, как на них набросились-то весело, а. Весело очень на них набросились. Это какой-то ужас. И из чего-то мы готовы. Так, теперь нужно... Разобраться с такой фигмой, как... Control-A. МГСА вставляем пустын. И идём драться с людьми товарищей. Ага, один раз на их приезжали, а они драться не захотели. Замечательно. Нет, женщин я оставлю. Они мне не нужны, как военные силы. Я тоже не считаю военные силы. И... Чё? Будет что-то! Вот, друзья. Всё. Поймали мы... А... Таких товарищей. И хороших. Под названием... Литежнички. Так, и что мы имеем? У них 240 человек-копейщиков, 120 крестьян, которых я размету на раз, и кавалерия. Да. Зам-э-ча-ти-льно. На поле боя, конечно. Здесь ни одного проигранного сражения не будет, но только если уж совсем лёгкие. Я люблю драться на карте. На то она и стратегически игра, не только же на карте мира ввозиться. Надо и на бой выходить. Так, я немного потерял птицы, но давно не снимал, поэтому придётся опять научиться говорить. А-а-а. Боги знают, что мы не хотели этой войны. Боги знают наши сердца. И Боги знают, что враги обречены. Так, погромче, чтобы вы слышали всю эту галиматью. Уж больно она весёлая. Некоторые из нас скоро умрут. Остальные выкрутся их светлую память. Но мы будем сражаться с честью. Больно, блин, в бою. Люблю я вот это всё. Такая прелюдия к бою. Просто нравится она мне. Да, конечно, они все одинаковые, эти войны. Ну, почти одинаковые, как на вид. Но мне так нравится, всё равно красиво. И вообще славяне, праславяне, вот эти самые первые, которые появились, да, это были скифы, потом они расселились на территорию Германии. Вот сейчас, да, там Германия смешались с вот этим вот германским племенем нашим вот этим. И появились паламские славяне. Они начали верить в других богов, нежели в предки. Они стали... Так, конечно, лучников у нас мало. Будем думать. Так, они стали по-другому мыслить. Они начали по-другому расселяться. Расселились по берегам Лабы. А Лабы раньше называлась река Эльба. Какая река? Ну, в общем, по берегам Эльбы они вот расселились, да, паламские славяне. Вот встреча на Эльбе, там примерно были первые поселения. Вот. И... Так, вот, свободная камера, это очень замечательно. Так. И их потом, потом вытеснили всё те же германцы, всё те же франки, которые пришли на их землю. И их вытеснили. Из-за этого они пошли глубже на восток. Вообще никак перестраивать они, потому что нет нежности, и вообще мучиться не будем. Так. Блин, конечно, вот, свободная камера. Не, дай-ка я её уберу. Так. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сейчас я как раз поправлю. И идёт. Такая у меня графика. Не может. Потому что не могу сделать не... Вот так вот только. Глоссарий карт. Что в качестве нет. Здесь идёт анимация. Ага. Ну всё правильно. Так что прогружаемся с новыми настройками. О, прогрузились. Теперь у нас всё как правильно должно быть. Так. И настройки видео нам нужны опять... А, камера-то у нас... А, камера-то у нас... Дрянная камера у нас. Где это вообще... А... Что это это? То есть... Ничего не камера, да? А, а... А, во-во-во. Кармеров здесь в реальном времени. Не надо. Мне надо камера-то-то уор. Обычно. А... И уровень советов пускай будут невысокие. Потому что я довольно-таки много не играла в эту игру и много чего знаю. И... А средний прямо. Пускай самое главное не говорить. Во. Всё. Теперь разворачиваемся с фронтом нашим противничком. Вот. И смотрим, что нам, собственно, надо делать. А... У нас находится... А... Кавалерия почему-то вот здесь. Надо было её переместить, и мы что-то постоянно идём. Так, ещё отряд кавалерии у нас здесь. Да, правильно. А... Затрильщики. У меня их мало, поэтому надо их экономить. И очень аккуратно иметь споряжаться. Так, Мола. А эти, внимание, на волшебном пойдёт. Обязательно разворачиваемся. Отряд ли, бой. Отряд ли, уходим. Да. Отряд ли. Вот так, надо ухитрироваться. Они сами в атаку не пойдут, поэтому где-то все их вынуждать это делать. Вот так вот мы это сделаем, они развернутся сейчас и покажут, что мы готовы. Так, начнется. Эти копейщики считают правильно. И вот в эту прореху между двумя отрядами копейщиков мы все уйдем. Вот так. Вот так вот мы сделаем. Так, и конница идет чуть назад. Чуть назад, это вот сюда. Так, все, теперь это правильно настроение. Я примерно так сюда и воюю. Смотрите, что еще здесь. Потому что у нас там остался этот резерв. Он у нас, если что, будет, он у нас включится. Смотрите. Просто подведем его очень поближе вот сюда вот. Бегом. Бегом. предупреждает но надо что-то как-то предпринимать потому что я так сделал и очень удачно в холмах он же так спешит я там толку не будет так нет пускай этот запрет копейщиков мне даже вот эти два у меня выходят вперед и я и и и и вот так вот мы сейчас сделаем они сами в атаку не пойдут поэтому придется пиковать нам но я думаю можно удвигать всю армию вот эти два отряда будут рядовыми так я просто немного побаиваюсь сейчас нормально я играю обычно мне нужно интерфейс вспомнить нужно вспомнить когда вообще правильно с наименьшими для себя так со своими потерями да ух ты блин вот гребаная камера мышкой я вообще пролету могу вот так мы сделаем все давай давай иди а то есть не могут фалангу да вот так вот они фалангу подойдут смотри что ты делаешь у них здесь у них здесь вот они эти отряды легкой пехоты да которая мне в принципе навредиться и не может вот а вот они крестьяне что я сейчас сделаю смотрите заводим вот эти отряды так сейчас я буду делать так так ну блин здесь битвы будут долгие так эти уже перестроили в полу вот в в в в в в открыть и сочные часы показывают а мне не надо подвечки стали а так копейщики остаются в движении смотрите конец значит генерал конец мы отводим вот сюда все это будет конец он будет все конец а вот товарищи копейщики пойдут бой завязывается все они у нас строятся вот смотри две отряда они идут вперед вот смотрите что сделаем очень красиво сейчас все будет значит сначала а значит смотри в порядке а что я сейчас делаю беру отряд конец во время как стал они встречаются замечательно сейчас они вырезали ушли еще не надо будет следить за этим отрядом ну давай крестьян посадить надо все удал россия россия вот милизгу так теперь могу идти вперед моими тремя отрядами пехоты пехоты значит они у нас застрелечками я в принципе пользоваться не буду так не вижу в этом большого смысла учитывая как стоят наши противники так у нас останется семьдесят восемь конников и семьдесят восемь конников мне потом что-то понадобится пакет перестраивать Мне даже надо было в одну линию их поставить. Придется ставить тремя манипулами, так как ставили римляне. Они ставили с ними тремя манипулами. И вот так вот даже поставим. Что мы сделаем? Смотрите. Что нам там советники предлагают? Победы. Все эти паники среди врага. Ну, блин, я и посеял. Видите, у них отряд один не бежал. А, не, они вернулись, друзья. Они побежали, но вернулись. Что, перестроились? Давай, перестраивайся сюда. Ребят, перестраивайся. Немецкая фаланга, она немного отличается от римской, от греческой тем, что... Ой, от римской. Римляне, они не хотели фаланга, они ходили легионом. А вот греческая фаланга, она более у греков еще щиты, поэтому она более защищена. Вот что я сейчас делаю? Смотрите. Вот значит, один отряд. Ага, задвигались. Все. Вот я их тормошу, и сами пойду. А, эти. Эти остаются на этой цели. Раскрушат этих привилученных копейщиков. Даже не до копейщиков, потому что, не знаю, как назвать их. В общем, крестьян, они раскрашат сейчас. Ну, что я сделаю в следующем макаре? Просто в поколении. Так. Лучка пехота. В уход. Вот, 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 вот. Смотрите. Вот. Все, эти побежали. Замечательно. Замечательно. Теперь я там злезал бой, и вот сюда я. Вот, и так вот им во фланг войду. Смотрите. Фланги расстроены. На, вот тебе без фланги. Привет, Африка. Опа. Так, один отряд убежал. Так, окружаем этих. Все. Друзья, все, один отряд убежал. Замечательно. Два отряда убежал. А, теперь мы можем ударить, собственно, по головному отряду. И это мы сделаем копейщиками именно. Собственно, как видите, я тремя отрядами вызывал шибит. Вот так. Все. Вот их без фланги сначала. На. Чтобы с разгону. А теперь я не попробую запить их. Еще раз поставим флангу. На. Вот так. Господа. Окруженчики. А теперь наблюдаем этот театр. Конечно, один отряд на нас сейчас может сломиться, но много вреда от этого нам не будет. И кучевые запасные, которые мы уже заседаем. Ну, а опять же без фланги. Фланга не имеет смысла. Потому что фланга это против пехоты или против идущей кавалерии, бегущей кавалерии. А кавалерия, которая не двигается, для фланги это, в принципе, вообще не цель. Ну, по моему разумению. Опа. Грузбаны, грузбаны, грузбаны. Это я не ожидал. Ой-ой-ой, нас рассеивают. Ой. Лучше выломайте их. Ой-ой-ой. Вот я не заметил. Блин. Ребята, ребята. Ребята, ребята, вот это подлянка. Ну-ка, давай бежать. Фланги нахуй. Ну, чё там? Терпеть. Мать ой, терпеть. Вот так вот не делай. Просто прилёт им в воду. Блин, я немножко ступил, не подумал, что они там ещё могут быть отряды. Ну, сейчас придёт конец, сейчас им мало не покажется. Не, ребят, продолжим. Не продолжить битву, я этих плачей так просто не оставлю. Бей! Бей! Они... Ну, че такие... Сейчас мою армию резали. Ох, сейчас они получат. А теперь наблюдаем. Точнее, я даже наблюдаю, потому что проблемы с камерой опять же измикают. До свидания, литерзничка. Так что я вгломутил один отряд зря, но... Блин, победа была. Хотя копейщиками я, по идее, командуть не умею. Верните, значит, выйти из битвы. Ой, так. Нам незачем больше сражаться. Враги обратились в бегство. Мы победили. Вот, смотрите. Потеряв 203 человека... Но, блин... Это же средний уровень, друзья. А как трудно нас на тяжелом, это просто это уник. Я отлично не могу играть на тяжелом, точнее, обучается. А вот это мой оптимальный уровень средний. Потому что на легком я всех рву, даже если у меня 50 человек, а прочее у меня 150. А на среднем вот нормально. Замечательно. Минус. Слитежники. Так. Ага. Замечательно. Рапи и рябичка, хорошо. Нам понадобится. Пепепепсы. Это не войны, они гонятся, видишь, что они же выкормят пигня. Блин. Ой, она же скачет. Вот эти вот формулировки варваров, они не всегда убивали. Так. Значит, вот эта армия, она возвращается... В... 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 Вдавадур. Надо это еще все выучить. Так. Там чистаков строится замечательно. Здесь ничего не строится. Сейчас мы денег еще попробуем тут заработать. Снимаем очередь, но она пока не нужна, потому что денег нет вам. Так. Так. Дальше. Читаков пускай строится. Маганцаак. С Маганцааком мы должны идти на юг, по-моему, да? На юг. Через Альпы. Ой, и Альпы. Подожди. И Альпы. В общем, через горы эти надо будет идти... Попробуем пойти на юг, там, похозяйничать. Слушайте, и здесь еще есть наемник. Это вообще замечательно. А, ну и что у нас здесь наемники-варвары? Вот варварская кавалерия нам бы сейчас не смешала. И отряды. Просто, чтобы мяса было побольше, значит... Такая штука, что вся нанятая вот эта вот пехота в армии варваров, она становится простой группой копейщиков. Вот что. Поэтому довольно-таки спокойно можно нанимать варваров в северных провинциях, и ты поимеешь потом... Ты поимеешь своих же копейщиков, тех же самых, того же вида. Вот, Галя, Галлы, британцы. Вот с Галлами надо поговорить. Причем срочно, потому что с Галлами я воевать не хочу. Галлы очень мощные державы, они очень большие. Так, Франки. Франки откуда начинают? Франки начинают откуда-то вот отсюда-то. Вот откуда-то. Так, ага. Это наш дипломат. Так, а где, собственно, вот этот выскочил, который... Галл. Я поговорю с ним. Так, что мы, собственно, от них хотим? Галлик сдаст большой, поэтому с ними я драться не хочу. Во-первых, начало торговые привилегии, друзья. Потом информацию по карте вы мне дадите. Я вам информацию по карте тоже дам. И, наверное, мы с ними заключимся... Нет, тихо, тихо, тихо. Тихо, зачем мне атаковать францию? Нет. Просто промахнулся. Так, вот, вот, вот. Всё, друзья, всё. Значит, что мы теперь имеем? Мы видим гальские земли. Это просто замечательно, что мы их видим, гальские земли. И теперь мы примерно понимаем, где у нас находятся итальянцы. Точнее, дом Юлиев. Он где-то вот здесь. Потому что вот это вот город Потавии, Медиалании. Потавии это вот, Медиалании это вот это, по-моему. Если я ничего не путаю. В общем, они здесь где-то. И они на границе с Римом. Если вот дом Юлиев где-то. Да, вот здесь вот. Ну, значит, я ничего не путаю. Всё, верно. Так, мы битву провели. Немножко экономически поиграли. Сейчас только сходим на восток. И можем будет заканчивать серию. Так. Ничего. Опа. Поселение макроманов. Тоже нашли макроманов? Ёшкин кот. Маркоманов, точнее. Маркоманов. Маркоманов, ё-моё. Действительно, маркоманов. Вот так и написано. Опа, друзья. Мы сейчас пришли бы к Галлам. Собственно, в гости. Ну, да пофиг. Так. Я хочу просто прийти к Риму. Погостить. Просто хочу в Риме повоевать. И поэтому... С Римом. С обученными воинами. Поэтому... Ну, я, конечно, могу там проиграть. Потому что, блин, войско у них довольно такое развитое. Вот. Но... Выгоду, если выиграю пару сражений в Риме, я поимею хорошую. Вот чё. В чём проблема. Опа. А... Какого рака? Ах, вы гниды. Ха-ха. Ой, я даю. Нет. Освободил город. Вот, смотрите-ка. Вот это я лоханулся. Действительно. Ну, чё, посмотрим. Рим. Взяли триж. Заняли. Так, смотрим, что здесь. А ну, тут, собственно, ничего нету. Это я могу прямо сейчас вот взять. Ctrl-A. И три хода, и задница им здесь будет. Опа. А я в минус ушёл. Вот это весело. Конечно, вообще не весело, но это весело. Так. А вот это вот, возможность захватить город. Пожалуйста. Так, рипломатические сведения. Ну, дом Юлиев с Карфагеном там дерётся жёстко очень. Так, ну, собственно, что вам надо? Нам надо сейчас вот взять вот эту вот ювапу. Деревню вот эту. Сейчас мы возьмём её осаду. Городище. 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 Слушайте, я, конечно, могу прямо сейчас штормомолоть его. Ну, да ладно, шторм будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотры. С вами был Костян Трисемёрки. Ставьте лайки, дизлайки. Если ставить дизлайк, объясните почему. Напишите комментарии отношения к видео. Всем спасибо за просмотры. Всем пока.